МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Руху вверху гомельскими облывыконками проанализовали показчики работы господарчага комплексу. Про чистые митинги и акции, конкурс брендов районов и концерт Кристины Арбакайте. Регион рыхтуется отзначать День незалежности. Заховать реки чистыми для будущих поколений. У гомельской области протягивается створение бассейновых советов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомеля подвели выники селетней работы господарчага комплексу и оцианили готовность сельско-господарчага предприемства у Дажнева. У правонани с ответственным периодом минулого года практически все доведенные показчики оказались больше высокими. У посаджения облывыконкамы принял уделы наш корреспондент Олег Синцеров. Сегодняшнее посаджение облывыконкамы проходит в режиме вида конференции. В принципе, это практика прошлого часа. Такий формат позволяет экономить сроки на автомобильном палеве. И час. А прошлый тем больше важно, что у регионов еще хапает проблем, которые необходимо выражать. Практично у полови регионов в области рост запасов готовой продукции. У трех низкий уровень промысловой вытворжести. А у семи – повеличение кольки сестра данных предприемств. Мясовым выконкамам есть на чем працевать. По великим рахункам, это резерв роста в другом погоде. Прогреты далеко не завсюды, а значенные проблемы, следствия недопрацовок керонисту районов. Для широкубойных предприемств, первая половая этого года, час выплаты по кредитах, отриманных на реализацию инвестпроектов, на работу молока перепроцедших предприемств, негативный уплыв оказала заборона России на поставки белорусской продукции. Разум с тем, у целом по области ситуация достаточно оптимистичная. Запасы готовой продукции – одно из самых низких у Беларуси. За пять месяцев года огольная выручка промысловых предприемств склала около 9 миллиардов рублей, плюс 28% до уровня минулого года. Середняя зарплата – 970 рублей. Такой основной показатель, который отражает развитие экономики в целом, это валово-региональный продукт, сложился у нас на уровне 104,3, темп роста за январь-май. Основной вклад в данный показатель унесла промышленность, которая у нас занимает валово-региональный продукт, то есть значительно, скажем так, позицией. Более 40% формирует промышленность, экономику области. И, в принципе, темп роста производства продукции промышленности по индексу физического объема состоялся 6,4%. От пытания развития промысловости до деятельности аграрного сектора сегодня сельско-господаршее предприемство протягивает под ростовку до жнева. Сгодно с започной информацией об алкогазахаршу, готовность кормоуборочных комбайнов – 85%, зернеуборочных – 51%. Правда, и убирать всего лета придется меньше, чем летость. У вынеку засухи пассивы зерневых загинули на больше 60 тысячах гектаров. По мягчимости их выкористали у якости корма живёля, а палетки засеяли кормовыми культурами. Все лета на одну умоную клаву живёлы на Гомичне плановится нарктовать свыше 30 центнеров травянистых кормов. Это полуторагодовый запас. Поколь, сомнений у выконания этого задания не возникает. Травы первого укоса дали, в принципе, неплохой уже урожай. Влага в весенний период была, поэтому отрос трав был неплохой. 127 тысяч гектар мы, в принципе, скосили, справились с кошением трав первого укоса. Из них заготовили более 90, около 100 тысяч тонн сена, около 450 тысяч тонн сенажа. Но это больше уровня прошлого года. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля распачались урочистости, примеркованные до холодного державного свята – Дня Незалежности. Урочистые митинги, церемонии ускладания вянков и кветок пройшли сёння калябратской могилы советских воинов в Чигуночном районе областного центра. Работники предприемства и организации, керовниства администрации района, ветераны, школьники и студенты пройшли до мемориального знака дать данину памяти героям Великой Айчынной. В изволении Беларуси распачалось именовито с Гомельщины. У братской могиле похованы воины, якие загинули у боях за Гомель и вязни лагеря у военно-полонных. На мемориальных плитах 137 именов солдат, 101-х и 220-х стралковых полков. Гэта войны, якие загинули у листопаде 1943-го. На месы войскового пахавання у 1957-м годе был у Сталяванный обелиск. Гэта вечная память для гомельчан и жихароу усяго региона прадень 26-го листопада 1943-го года. Калі пасля тяжких ночных баёв Гомель был вызвалены. Цаной життя у темликуй солдат, пахаваных у братской могиле, удалось опровести наступальную операцию войска у белорусского фронту, прорвать оборону противника и створить погрозу по удневому флангу группы гитлеровской армии «Центр». Этот праздник объединяет всю республику Беларусь, весь белорусский народ. Это один из светлых праздников новой истории нашего белорусского народа. Сегодня мы празднуем подвиг тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир на небо над головой. Мы всегда должны помнить, что мы потомки победителей Второй мировой войны. И как бы ни пытались переписать историю, мы всегда будем чувствовать себя победителями. Мероприемство, присвяченное Дню Незалежности, запланованное и на завтра. Каля мемориала народным ополченцам на Курхане Славы и Аллеи Героев пройдут урочистые митинги. Для опомника комсомольцам Гомельщины отбудется молодежная патриотичная акция «Белая Русь под белым крылом». Завершится День урочистым сходом и святочным концертом у Громадско-культурным центры. Сам День Незалежности, меркующий по плане мероприемства, будет вельми цикавым и неполторным. Пройдут акции святые, каких ранее не было. Например, по всей Гомельщине отбудутся конкурсы брендов. Кожный район вызначил тое, чей имен вядомый у Беларуси и за мяжой. Для выбора претендентов у социальной сетцы в «Контакте» створили особную группу. Пераможцы паудельничают у святочной выставе у День Незалежности. А Гомель, як завжды, парадует уже хорою и гостей насыщенной святочной программой. Гэта урочистые шестя, митинги, концерты, фестываль в уличной культуры, выставы, дитячые охаротки и аттракционы, интерактивные зоны, арт-пикник и город Майстроу. На площади Паустанне Беларусский Республиканский Союз молоди будет ладить свята вышиванки. В аурочистостях примут уделы люди с замерзованными махчымастями. И они станут судельниками инклюзивного пробегу «Разом мы можем усе». Это будут на инвалидных колясках. Они не могут идти, они не могут встать, но они сердцем любят свою страну. Они могут пройти, они любят, они могут все и могут вместе с нами. Конечно же, в этот день в каждом районе, в том числе и в городе Гомеле, будут проходить широчайший спектр праздничных мероприятий. Ждем на праздничных площадках в Гомеле и во всех районных центрах. Гоноровая гостья Дня Незалежности заслуженная артистка России Кристина Арбакайте. Ее концерт пройден на Центральном стадионе. Завершатся урочистості акции «Спяем гимн разом» и «Святочным фейерверком». Протягиваем выпуск. У Гомельской области плануется створить Припятский бассейновый совет. По сути, это еще один на керунок транзохранительного супрациониста в галине Ахова Новокольного Осеродзе. Пытание экологичной безопасности в материале наших корреспондентов. Бассейновые советы в Беларуси почали створять в мае 2015 года после изменения Водного кодекса краяны. Задача объединять намагание у всех территорий, где протекает рака, для совместного выращения существующих проблем. У состав совета включаются представники органов улады, науки, субъекту господарения и громадских организаций. Первым створили Днепровский бассейновый совет, что позволило узгодненно выращать экологичные питания на узровне одразу трех краин – Беларуси, России и Украины. А прача того, створение консультативных органов по кированию бассейновыми рек павинно сприять притягнению инвестиций на кированых на одновление и захование экологичного стану водных объектов, а так само развитию водного туризма. У Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охованного окольного сяродзя кажут, что за час деятельности Днепровского бассейнового совета отрымалось ликвидовать причины, которые погаршали якость воды у РАЦ и сделать ее больше экологично безопасной. 7 липня, в Международный день Днепра, баки проведусь широк мероприемств на региональных узровнях и обменяются видеопривитаниями. Моз Днепра, его крутые бераги, как маснейшие нитки, связывают нас, минулые наших народов, славные и мирные справы, простые человеческие относины. Это со звороту, подрыхтованного Гомельшанами. Если говорить конкретно о бассейновом совете по реке Днепр, то здесь, конечно, есть и серьезные такие подвижки. Так, скажем, было у нас определенные моменты, когда со стороны Российской Федерации к нам поступали воды, которые были несколько загрязнены. С учетом решений, которые были приняты на российской стороне, это удаление объектов загрязнения, вода стала в Днепре чище. Все лето в Беларуси плануется створить бассейновые советы по четырех буйных реках краины. Минавито в Гомельской области по кированию Припятю. Первое посадение заплановано на завтра. Кировник совета – первый наместник старшины Гомельского облаконкама Александр Миколовский. У составе – простонники Минприроды Гомельского облаконкама и широкого организаций. У ближайший час необходимо дать объективную оценку ситуации на рации и оценить перспективы выкористания водных ресурсов. При этом у своей деятельности приписке «Бассейновый совет» мая намер выкористовывать международный опыт, в связи с чем на первое посаджение запросили простонника французского офиса воды. Поделиться на бассейновом совете опытом Франции в вопросах создания совета бассейнового в этой стране и действия этого органа в рамках законодательства Франции. Для перенятия какого-то опыта возможно, белорусица интересует опыт этой страны. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг усіх девяти официй на открытых пляжах Гомеля. У приватности выявлены порушения санитарного утримания территории пляжа «Каскад-2» в Центральном районе. На адрес администрации накерованы рекомендации по ликвидации недохопов. По выниках лабораторных доследований в связи с неотповедностью якости воды принято решение про обмежевание купания дятей на Центральном пляже. А кроме того, припыняно выкрыстание водоема «Каскад-1» по улице Петруся-Броуки сбоку улицы Каменщикова для купания дятей и дорослых. При этом заховано обмежевание купания дятей на водоеме «Каскад-2» по улице Петруся-Броуки сбоку улицы Сверыдова, а так само на Волотовским, Прутковским, Заходним, Роповским и Любинским пляжах. Завтра у Гомеле пройдет шарговое информационное мероприемство для беспрацованных и незанятых грамадян. Яно адресовано людям, які мают квалификацию швачки, ці хотели б пройти навучання по гэтай професії з наступным працеулаткованням. На сустрячу запрошены представники кадровых служб у предприемства у Каментерна «Делкам-40» и «Восьмая Саковика». Мероприемство пройдет в управлении по праце, занятостей и социальной обороне Гомельского Гарвы-Канкама по вулице Пролетарской, 18, с 12 до 13 годин. У Гомельским районе завершился навучальный семинар для волонтеров, и он стал часткой проекта «Живая совесть поколений» областного палаца творчасти дятей и молоди. На протягу трех ден молодые люди з розных районов проходили навучання по организации работы с представниками метовой группы проекта, былыми вязнями концлагерев и в уголе людьми, які народилися до 9 мая 1945 года. Удельники семинара разом с экспертами разглядели взрослые и психологичные особливости гэтой категории грамадян. Доведалися, як эффективно будавать зносины, а так само фиксовать уникальные историчные известки. После семинара молодец отправится у свои районы и почне сбирать успамины пожилых людей, які потерпели у годы войны. Мы это собираем для того, чтобы на выходе создать передвижной музей поколений, который после оформления с этими историями, с воспоминаниями людей, которые пострадали в годы войны, будет оформлена экспозиция передвижная, которая после отправится по Гомельской области показать, что война разная. Война героическая и война человеческая, где каждый, проживавший на оккупированной территории в той или иной степени пострадал. Был второй день очень позитивный и очень интересный, поскольку мы учились общаться именно больше. В первый день у нас было введение, а во втором мы учились контактировать с людьми. Именно этим у меня запомнился, потому что раскрылся я и мне стало легче. Именно в этом плане я научился общаться. Пропал страх. У меня давно панический страх присутствует в общении с людьми. Сейчас у меня его нет. Проект життевляется в рамках гуманитарной программы «Место сустречи. Диалог», якая в нашей краине организуется международным громадским объединением взаиморазумения. После закончения семинара все удельники отримали сертификаты, а так само заключили специальное погоднение, которое станет стандартом працы волонтера в дальнейшем и будет регламентовать его деятельность. Гомельский областный драматичный театр завтра представить глядочам свой новый спектакль «Гоголь Фатум». Постановка обецая быть нечеканной и незвыклой во усилекем выпадку для традиционного театра. Прапанованная сценичная история не инсценировка гоголевского твору, а худшая творчая фантазия по мотивах оповести «Шинель». Режиссер постановщик представник молодого поколения новой формации белорусской театральной режиссуры Юри Дзиваков. У спектакля ее надлюстрова свое авторское бачанне життя и творчасти Миколая Гоголя. У постановцы просочиваются разважания про место человека в жизни, про лес и выпадковости, про взаимоотносины с новокольным светом и тотальную одиноту маленького человека. Закранается и такое понятие як литаргия стан, якого все життя боялся письменник. Персонажи театрального действа знаходятся на мяжи явы и сну гоголевской фантазмагоры и реального життя. Здесь не будет той доскональной структуры, которая была написана в повести о Гоголе. Даже не как бы реально там ее нет. Есть впечатления, эмоции, ощущения, взгляд вообще на Гоголе. Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by Далее у эфиры де-факто спортивные огляда. Я с вами развитвуюся пленных овечерой до новых сустречу эфиры. В эфире телеканала Беларусь 4 де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Около тонны ягод в довесок в пункте таможенного оформления новая рудня задержали грузовик, в котором общий вес черешни значительно превышал заявленный в документах. Перевозчик из Молдовы вез ягоду в Беларусь, но бонус весом 970 килограммов не был заявлен в сопроводительных документах. Черешня отправилась обратно. Товар был помещен под таможенную процедуру реэкспорта в отношении фирмы-перевозчика и водителя транспортного средства начат административный процесс. В Речице на пожаре погиб молодой мужчина. Сообщение о возгорании частного дома поступило накануне около 10 вечера. Открытым огнем горело кирпичное строение по улице 35-й гвардейской минометной бригады. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в негорящей комнате был обнаружен 30-ти летний хозяин домовладения. Мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит следственная оперативная группа. Тяжелые травмы в результате рыбалки. Вчера в Гомеле мужчина приблизился удочкой к проводам высоковольтных линий электропередач Рыбаку повезло, что рядом оказались очевидцы, которые вызвали скорую милицию. Сейчас мужчина находится в больнице. В Гомеле разыскивается молодая женщина с дочкой. Сегодня ночью в ОВД Центрального района поступило заявление о пропаже Пирожковой Ольги Валерьевны и Пирожковой Виктории Сергеевны. Родных разыскивает мама и бабушка пропавших. Девятилетняя девочка страдает хроническим заболеванием крови. 27 июня примерно в 12 дня женщина с дочерью Викторией ушли из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени они не выходили на связи, где они находятся неизвестно. Приметы женщины на вид 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, темные длинные волосы, была одета в черную спортивную майку, синие джинсы, светло-коричневые босоножки. Имеется шрам на верхней губе, носит очки. Приметы девочки на вид 8-10 лет, рост 135-140 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы до плеч, была одета в розовую майку, шорты, светлые босоножки, носит очки. Тех, кто владеет информацией о месте их нахождения, просим сообщить в ВВД администрации Центрального района Гомеля по телефонам, которые вы видите на своих экранах, либо по номеру 102. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский «Металлург» начал подготовку к новому хоккейному сезону. В распоряжении главкома Столиваров Александра Полищука 18 хоккеистов. Некоторые игроки уже заключили полноценные контракты с клубом, а часть находится в режиме просмотра. Так в стан «Металлурга» вернулся защитник Виталий Марченко. Хоккеист провел в жлобине пять сезонов, в том числе и чемпионский 2012 года. Два последних года Виталий Марченко защищал цвета Гродненского «Немана». Укрепит оборону Столиваров и Сергей Копылец. Два предыдущих сезона Беларусь провел в чемпионате Казахстана. На стри атаки в будущем сезоне сыграют два новичка. Контракт с «Металлургом» заключил форвард Кирилл Никулин. Два минувших сезона хоккеист провел в Солигорском шахтере, куда также перебрался из «Металлурга». Вернулся в стан Столиваров и форвард Егор Егоров. На его счету два сезона в составе жлобинской команды. На этот раз в «Металлург» хоккеист перебрался из «Гомеля». Минифутбольный чемпионат Беларуси лишился еще одной команды «Могилевский форт» и прекратил свое существование. Об этом заявлено на официальной клубной странице в социальной сети ВКонтакте. Минифутбольный клуб «Форте» в нынешнем сезоне будет представлен на республиканской арене только молодежной командой. Она выступит в первенстве Беларуси. Основной же состав «Форте» не сыграет в чемпионате республики сезона 2018-2019. Так говорится в сообщении. Игроки и тренерский штаб получили статус свободных агентов. Напомню, что в минувшем сезоне могилевская команда заняла в чемпионате пятое место. Таким образом белорусский минифутбол потерял еще две команды. К южному из Гомеля теперь присоединился и «Форте». Не исключено, что в грядущем сезоне в высшей лиге сыграют 14 команд. Так как из первой лиги не столичный Белинвестбанк, ни могилевский вторчермет не хотят перебираться в дивизион рангом выше. В чемпионате Беларуси по футболу высшей лиги на очереди 14-й тур. Футбольный клуб Гомель проведет домашний поединок. Завтра на поле стадиона Центральный Зелено-Белые встречаются с Брестским Динамо. Игра начнется в 20.45. В турнирной таблице команды разделяют 9 баллов. Динамо располагается на 8-й позиции, Гомель на 12-й. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова